Современное финансовое кибермошенчество. Это изощренные банковские атаки, такие как Карбанак и Сайленс. Сотни семейств банковских троянцев и многое, многое другое. Привет, ты на канале Схема, это пятый выпуск и первый выпуск в этом новом году. Надеюсь, в предыдущий год ты отпраздновал отлично и будешь больше работать, меньше отдыхать. Смотрим это видео, оно очень интересное, а главное полезное. Поехали. Кардингу уже более 20 лет и исчезать с арены киберпреступлений он не собирается. Более того, его арсенал развивается семимильными шагами. Да, совершать онлайн покупки с помощью кредитных карт стало тяжелее, чем 10 лет назад. Но тем не менее, это возможно. С чужой карты, конечно, со своей карты, не с чужой, купить что-либо в интернете. Будет экскурсия, авиаперелет, отель или какая-либо техника. Это возможно. Со своей карты, конечно. С чужой мы не используем. Мы против любых нарушений закона. Современное финансовое кибермошенчество. Это изощренные банковские атаки, такие как Карбанак и Сайленс, сотни семейств банковских троянцев и многое, многое другое. Однако начиналось все с кардинговых формах в 90-х. И, как и тогда, основными источниками дохода киберпреступников остается мошенничество с банковскими картами, платежными системами и онлайн-банкингом. По оценке Juniper Research, убытки от мошенничества с онлайновыми платежными системами к 2023 году достигнут 43 миллиардов долларов. То есть увеличатся на 22 миллиарда по сравнению с 2019 годом. Причины этого ясны. Злоумышленники постоянно разрабатывают новые методы и инструменты обхода защитных механизмов, совершенствуют вредоносное ПО, создают свои сервисы и магазины, обсуждают способы обмана систем безопасности на форумах и каналах теневого интернета. За прошедшие годы активность в этом сегменте киберпреступности не затихала ни разу. Просто от знаменитого форума Carding Planet мошенники перешли к магазинам украденных карт в теневом интернете, а их методы эволюционировали и стали еще опаснее. В этой ситуации меры противодействия и усиления кибербезопасности становятся важным приоритетом для отрасли. Защита цифровых отпечатков пальцев. Как современные антифрод-системы противостоят мошенничеству в интернете. Модели их работы могут быть самыми разными, как и комбинации используемых для этого технических и аналитических методов. Однако суть одна. Система должна вывести злоумышленника и предотвратить кражу денег с кредитной карты или попросту отклонить транзакцию. Если у вас вырвали карту, то дело банка и антифрод-системы это чтобы с нее невозможно было украсть деньги. Чтобы при проведении какой-либо транзакции злоумышленнику выдала какая-либо ошибка о том, что данная транзакция невозможная. Вот в этом и суть антифрод-системы. Система антимошенничества. Всякий раз, когда вы вводите свою кредитную карту на каком-либо сайте, работают сотни атрибутов, которые проверяют различные факторы. Чтобы отличить мошенника от добопорядочного покупателя, используются так называемые маски. Система проверяет маску пользователя, его цифровой профиль. Если эта маска известна как легитимная, или если она новая и уникальна, то система не будет бить тревогу. Пользователь с такой маской считается добропорядочным, а его запрос, например, попытка оплатить с чужой карты технику в интернете, удовлетворяется без проволочек. Если же цифровое удостоверение пользователя вызывает подозрения, транзакция будет отменена или отложена, пока ее не проверят вручную. Для дополнительной аутентификации у пользователя могут запросить более подробные сведения, например, зип-код, SSN-номер, номер социального страхования, который выдают только в Америке, или еще более подробные данные, например, девичью фамилию матери. В некоторых случаях сотрудники магазина даже звонят покупателю и спрашивают, действительно ли он это заказывал и покупал. По сути, вышеупомянутый профиль пользователя представляет его отпечатки пальцев. Сочетание системных атрибутов, уникальных для каждого устройства, и личных поведенческих атрибутов, уникальных для каждого конкретного пользователя. В список системных атрибутов входит. Во-первых, это IP-адрес, внешний и локальный. Это самый основной и первый критерий, по которому вычисляются все злоумышленники и мошенники. Допустим, адрес жертвы такой. Его зовут вот так. Он из штата Северная Каролина. Его почтовый индекс 28704. Его интернету присвоен определенный IP-адрес. Если попытаться купить что-то с кредитки этого человека, находясь в России, используя другое устройство, то ничего не выйдет. Поэтому мошенники используют прокси-серверы, имитируя штат жертвы, город, почтовый индекс и используя того же провайдера. Это позволяет мошенникам запутать антифрод-систему. Но добиться идеального, чистого, незаюзанного IP-адреса мошенникам не удается. Поэтому они начали взламывать системы и подключаться к удаленным компьютерам. Это называется Dedic, RDP, VNC. Разные протоколы, разные названия, разные взламанные системы. Поэтому мошенники взламывают компьютеры и системы жертв с помощью стиллеров или брутфорс-атак. Версия прошивки. Версия операционной системы. Установлены в браузере расширения. У каждого человека установлены свои расширения в браузере. И это создает уникальную картинку именно вас и позволяет вас идентифицировать, использовать другие критерии. У злоумышленников, как правило, этих данных нет. Поэтому это минус, если у злоумышленника не установлены никакие расширения или установлены базовые, такие как Adblock. А у вас была еще куча других. Но это не является существенным параметром. Гораздо важнее это IP-адрес и куки-данные. Часовой пояс. У всех жителей одного города один часовой пояс. Если у злоумышленника или у того, кто попытается оплатить с вашей кредитной карты другой часовой пояс, это тоже добавит фроточков. Следующий пункт. Идентификатор устройства. У каждого устройства, будь то телефон, ноутбук, ПК, есть свой уникальный отпечаток. У телефонов он формируется с помощью e-mail кода, версии прошивки и некоторых других данных. Отпечаток не то же, что всегда. Фроточки. Информация об аккумуляторе. Данные об аудиосистеме. Какие устройства подключены к ПК в данный момент. Информация о GPU. Какая видеокарта установлена в ПК. Это тоже формирует уникальный отпечаток. IP-адреса WebRTC. Веб-сайты могут использовать функцию WebRTC в вашем браузере, чтобы определить ваш реальный IP-адрес и использовать его в идентификации в вас. Это называется утечкой через WebRTC. И наконец-то мы добрались до куки-файлов. Это второй важнейший показатель после IP-адреса. Куки — это небольшие фрагменты данных, с помощью которых браузер получает от сервера необходимую информацию. Если вы закроете вкладку в соцсеть и откроете ее заново, вход будет выполнен уже автоматически. За это отвечает именно куки. А если откроете ту же вкладку через режим инкогнито, то куки сотрутся и придется входить заново. Если у злоумышленника есть ваши куки-файлы, он их может импортировать в свой браузер, и он автоматически зайдет в ваши аккаунты. Всего устройства, с которого пользователь заходит в сеть, может быть более ста атрибутов различных. IP-адрес, куки, фингерпринт, различные отпечатки. И все это соединяется воедино, и образуется один уникальный отпечаток пользователя. Даже есть определенный сайт, который по одному клику узнает всю информацию. Анализируются такие аспекты поведения, как время, потраченное на сайте онлайн-магазина, клики на сайте, проявление заинтересованности, какие предметы разыскивает пользователь, сколько в среднем он тратит на различные товары, цифровые или реальные товары приобретает и так далее. Использование мыши или сенсорного экрана. Антифрод-система проверяет, уникальные ли цифровые отпечатки у вас, и впервые ли они применяются. А если уже использовались для применения транзакций, выясняет, легитимны ли были эти транзакции. Есть несколько основных сайтов, которые показывают базовую информацию о вас. Во-первых, это IP-адрес, ваш провайдер, хост, ОС, браузер, DNS, прокси. Используете ли вы анонимайзер, в черном ли списке ваш IP-адрес. Также тут написано, какой процент вашей маскировки. Например, в моем браузере не включен запрет на отслеживание. И отличается язык. Язык у меня браузера русский, а язык системы у меня английский. Поэтому отличается язык, и минус 20% к анонимности. Далее мы жмем на расширенную информацию, и смотрим подробнее слепок моей системы. Мы видим мой часовой пояс, локальное время, системное время. И видим, какие у нас HTTP-заголовки. Видим наш юзер-агент. Видим нашу страну, регион, город и все остальные идентификаторы. И это все образует уникальный отпечаток системы. Киберпреступники вскоре поняли, что уникальные отпечатки пользователей это весьма ценная информация. Они приступили к разработке вредоносного ПО для кражи цифровых профилей с компьютеров, для последующей их продажи вместе с другими похищенными данными с тех же ПК. Сейчас я вам расскажу о крупнейшем магазине такого вида, который называется Genesis. Это частный онлайн-магазин с доступом только по приглашениям, где можно купить украденные цифровые отпечатки. Так выглядит домашняя страница Genesis. Слева у нас есть информация по ботам, заказы, покупки, оплаты, тикеты в саппорт, свой профиль, инвайты. Сейчас здесь выставлено более 100 тысяч так называемых ботов. Такой бот может включать отпечатки данных браузера, имена и пароли пользователей на различных сайтах, файлы cookies, реквизиты банковских карт и многое другое, что было установлено на компьютере. Вся эта информация передается и публикуется. Цена бота зависит от ценности информации и колеблется от 5 до 200 долларов. Например, если в составе есть имя и пароль учетной записи банковского аккаунта, то цена будет выше. Как объяснили владельцы магазинов своей теме на теневом форуме, цены выставляются автоматически, используя уникальный алгоритм. Вот тут мы видим несколько ботов на продажу, которые содержат различные данные. В первую очередь это ATT, Nuteller, New Egg, Office 365, Coinbase, LinkedIn, Amazon. Если у вас есть доступ к чешому Амазону, вы можете зайти и купить какой-либо там товар, если у вас есть определенный опыт. Например, электронные подарки, гифты Амазона. Их вы можете быстренько перепродать. Так, кстати, делают мошенники и перепродают Амазон гифты, Амазон электронные подарки, за 50-60% от их стоимости. В интерфейсе Genesis есть настраиваемая панель поиска, которая позволяет найти бот с определенными параметрами. Сортировать результаты можно по сайтам, для которых есть данные авторизации, стране проживания жертвы, операционной системе, дате, когда бот появился в магазине и так далее. Владельцы Genesis хотят максимально упростить использование украденных профилей, поэтому они разработали специальный плагин для браузеров на основе Chromium. Расширение одним кликом устанавливает украденный цифровой профиль в браузер киберпреступника, позволяя ему стать цифровым двойником жертвы. После этого для обхода антифрод-системы достаточно подключиться к прокси-серверу с IP-адресом, соответствующим расположению жертвы. Магазин Genesis позволяет использовать свои алгоритмы и плагины для генерации произвольных цифровых профилей, с которыми можно, например, ввести данные украденной банковской карты в онлайн-магазине. Уникальный отпечаток браузера будет настроен так, чтобы не вызывать никаких подозрений о антифрод-системах. Но есть еще один очень популярный инструмент, который мошенники используют для арбитража, для анонимности, для обхода антифрод-систем, для кардинга. И все это умещается в один браузер, который называется Linkin Sphere. Это анти-детект браузер, который позволяет изменить огромное количество параметров браузера и настроить уникальный отпечаток. Разработчики позиционируют его как рабочий инструмент для тех, кто стремится к анонимности. Однако по факту он уже много лет используется для кардинга. И мной он в том числе использовался, когда занимался партнерскими сетями и занимал... В отличие от плагина Genesis, Sphere — это полнофункциональный браузер с расширенными конфигурациями. В Sphere есть уникальный магазин отпечатков пальцев, который можно использовать в браузере. В Sphere есть очень много чего. Практически все настройки, которые есть в браузере, их можно настроить именно в Sphere. И вы создадите уникальный отпечаток. Но более подробно сферу мы рассмотрим в одном из следующих видео. Я расскажу все возможные сферы ее применения. А пока я вам дам пару советов о том, как защитить свои данные. Первое правило — это двухэтапная аутентификация везде, где только можно. В ВКонтакте, Гугл, Криптобиржи и любые другие сайты. Везде нужно подключать двухфакторку. Это даже не просто правило, это уже все. Без этого никак. Если у вас не включена двухфакторная аутентификация, то зная лишь логин и пароль, злоумышленник может зайти к вам в аккаунт. А подобрать логин и пароль это проще простого. Только двухфакторка. Всегда, везде. Второе правило. Перед запуском любого софта его предварительно нужно проверять на VirusTotal. Это тоже must have. VirusTotal — это сайт, который анализирует подозрительные файлы. Если у вас есть какой-то непроверенный файл, то вы просто его загружаете на VirusTotal и он вам показывает, вредоносный он или нет. Это, конечно, работает не всегда, потому что файлы могут быть закриптованы. И у них может не быть детектов от антивирусов, но в большинстве случаев это будет работать. Два основных правила. Больше вам и не требуется. Двухфакторка и не запускать никакой софт VirusTotal. Все. Ну, остальные правила по типу длинный пароль, никому не выдавать свой пароль и все остальное вы, конечно же, знаете. Не переходить по фишинговым письмам, не отправлять никуда смски, никому не давать свой телефон, но это все понятно. Оставайтесь в безопасности, подписывайтесь на мой каналчик, ставьте лайк, включайте колокольчик. Все. Пока. 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 Пока.